Казахстанские пенсионеры стали все чаще выходить на работу. К такому выводу пришли эксперты, с ними согласные чиновники. Даже министр труда Тамара Дойсенова не скрывает свое желание работать в золотом возрасте. А где и кем трудятся рядовые пенсионеры и почему казахстанцам не сидится дома на заслуженном отдыхе, выясняла Инна Лопатка. Александра Молчанова в Петропавловске называют главным хранителем местной ТЭЦ. В свои 68 пенсионер бодро шагает по цехам станции и с утра до вечера проверяет каждый агрегат. На теплоцентрале он трудится всю жизнь. Был начальником в котельном цехе, а когда работал на главном щите управления, именно в его руках было отопление в домах горожан. Теперь у Александра Аркадьевича не менее ответственное занятие. В мои обязанности входит практически все, что связано с режимом станции и контролем за режимами. Я когда работаю, я не чувствую возраста. Я возраста вообще не чувствую. Вот общаюсь, это на одной волне. Мне даже больше нравится общаться с молодежью. На ТЭЦ не скрывают, очень дорожат знаниями Молчанова. Заменить его просто неким. То, что работодатели держатся за пенсионеров, отмечают и эксперты. При этом трудятся специалисты золотого возраста зачастую не только сторожами и вахтерами. Особенно ценные пенсионные кадры там, где работа тяжелая, а получка незавидная. Сельское хозяйство, молодежи практически там нет. Вот я говорю, я лично исследовал одно хозяйство, где 68 лет – это средний возраст трактористов. Вот чем дело. А возьмите чабанов, возьмите скотников. Там вообще возраст тоже стали под 70 лет. Молодежь уже там не хочет заниматься. И высокий престиж для молодежи является высокие заработки. Социологи уверены, работают пенсионеры не только ради удовольствия. Нужны деньги. Но не самим бабушкам и дедушкам, а их детям и внукам. Соцопросы показали, больше 70% казахстанцев имеет материальную поддержку от пожилых родственников. Работа для пенсионеров оказывается выгодной вдвойне. К пенсии прибавляется полноценная зарплата. Такие перспективы, похоже, вызывают личный интерес даже у 58-летней главы Министерства труда. Очень многие хотят продолжать работу в связи с тем, что могут работать еще. Если мой опыт нужен будет, я бы продолжила работу. Если мой опыт не нужен, то тогда, конечно, я буду тоже находиться на пенсии. На этом фоне растущий интерес к труду в пожилых кругах ограничивает только то, что всем желающим не хватает вакансий. Пенсионерам, которые не находят работу, психологи рекомендуют не отчаиваться и искать счастье. В другом, говорят, это важно для того, чтобы не впасть в депрессию от резкой потери коллектива. Рыбалка, грибы, ягоды, дача и все остальное. То есть нужно иметь в запасе что-то, что будет приносить удовольствие. Во-вторых, очень важно сохранять коллектив, ту группу друзей, подруг, приятелей, с которыми можно было бы встретиться на той же самой скамеечке возле подъезда. Эксперты отмечают, 78% вышедших на пенсию казахстанцев готовы к труду. Для этого у них есть и желание, и силы. Исключение из правил – женщины южных регионов. Здесь сохраняется традиция, когда детей воспитывают бабушки. Поэтому женское счастье на юге не в труде, а в семье. Инна Лопатка, Андрей Масан, КТК.